Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире передача «Правовое поле» – совместный проект национального телевидения и прокуратуры Чувашской республики. И я, и ведущий Альберт Петров. Экономия на оплате коммунальных услуг за счет разумного использования коммунальных ресурсов, сдерживания на рост тарифов, сохранения природных богатств, во многом зависит от того, насколько эффективны используются возможности энергосбережения. Какие мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности предусмотрены действующим законодательством? Выполняются ли они в нашей республике и насколько это влияет на права граждан? Какова ответственность за их невыполнение? Какие меры принимаются органами прокуратуры в целях устранения нарушения законодательства об энергосбережении? На эти и другие вопросы мы постараемся ответить в нашей передаче. Сегодня у нас в студии прокурор отдела по надзору за исполнением законов в сфере экономики и соблюдением прав предпринимателей прокуратуры Чувашской республики Дмитрий Владимирович Леонтьев. Здравствуйте, Дмитрий Владимирович. Здравствуйте. Тема нашей передачи посвящена вопросам соблюдения законодательства об энергосбережении. Я думаю, есть смысл разъяснить нашим телезрителям, что такое энергосбережение вообще. Энергосбережение – это реализация целого комплекса мер – организационных, технических, экономических, технологических, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении полезного эффекта от их использования. Энергетическим ресурсом у нас является любой вид энергии, который используется при осуществлении хозяйственной либо иной деятельности, а также сам носитель. Примитивно к многоквартирным домам к энергетическим ресурсам относятся соответствующие коммунальные услуги – холодная, горячая вода, тепловая энергия, газ, электрическая энергия, твердое топливо. То есть задачей субъектов энергоэффективности, энергосбережения является именно уменьшение объема используемых вот этих коммунальных ресурсов на квартирных домах при сохранении полезного эффекта от их использования. Вы сказали, что энергосбережение – это целый комплекс мер. Тогда возникает вопрос, какие же все-таки мероприятия предусмотрены законодательством именно в целях достижения целей энергосбережения? В 2009 году был принят федеральный закон об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, в котором регламентированы конкретные требования к соответствующим субъектам по осуществлению мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. К ним относятся, во-первых, это обеспечение энергетической эффективности зданий, строения и сооружений. То есть, применение при их строительстве технологий, материалов, направленных на экономное использование соответствующих ресурсов. Во-вторых, это обеспечение учета используемых энергетических ресурсов путем установки соответствующих приборов учета, как на квартирных домах, так и в помещениях этих домов. Соответствующие обязательства должны были быть исполнены собственниками помещений до 1 июля 2012 года. А вот возникает вопрос, все-таки должны быть приборы учета установлены как общедомовые, так и индивидуальные? Да, это относится и к той и к другой категории приборов учета. К числу мероприятий, которые присутствуют федеральным законодательством, также установлены требования к организациям по обслуживанию жилищного фонда по проведению мероприятий по энергосбережению. К таким относятся, в частности, установка, например, датчиков света, реагирующих на движение, которые экономят электроэнергию в соответствующих подъездах, ну и ряд других мероприятий. В-четвертых, к перечне мероприятий можно отнести проведение энергетических обследований определенных субъектов, определенных категорий лиц. Энергетическое обследование представляет собой сбор и обработку информации об используемых энергетических ресурсах в целях установления достоверного характера объема используемых в ресурсах, показателей их энергетической эффективности, а также возможности применения каких-то мероприятий по обеспечению их энергосбережения. Проведение энергетического обследования является обязательным для органов государственной власти, органов местного самоуправления, для бюджетных учреждений, для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, ну и иных категорий определенных законом. Оно может быть также добровольным в отношении многоквартирных домов, если собственники приняли соответствующие решения. В-пятых, к числу мероприятий по энергосбережению относится такая категория, как принятие мер по повышению энергетической эффективности экономик субъектов и муниципальных образований, соответственно, принятие региональных и муниципальных программ в области энергосбережения, которые должны предусматривать сокращение расходов бюджетов на финансирование соответствующих затрат по приобретению коммунальных ресурсов. На сегодняшний день в Чувашской республике все дома оснащены общедомовым прибором учета? По представленным нам инструям Чувашской республики данным, оснащенность у нас стопроцентная. То есть все дома, которые могут быть оснащены технологически, они оснащены. Однако у нас в ходе проверки были установлены отдельные факты, когда фактически такие дома не были оснащены. Такие факты появлялись в Канаше, в городе Шумерли. Соответственно, по этим фактам мы принимали меры реагирования. А вот я так понимаю, что есть дома, у которых нет технической возможности оснастить их прибором учета общедомовыми, имеется в виду? Да, такие дома тоже есть. А какие причины препятствуют технической возможности оснастить прибором учета? В первую очередь к таким причинам относятся состояние самих наквартирных домов. Это их ветхость, аварийность, то есть признание их непригодными для проживания. Соответственно, какие бы мероприятия ни принимались по энергосбережению, ввиду самого состояния наквартирных домов, задачи по уменьшению объема расходных ресурсов, они решены не будут. Поэтому смысла в них нет, и поэтому законодатель это и предусмотрел. Также в случае, если инженерные системы дома, они технически не позволяют установить прибор учета, соответственно, в таких домах также не могут быть установлены приборы учета. Ну, такие и тому подобные случаи, что обусловлено объективными обстоятельствами. Ну, хорошо, вот установили общедомовые приборы учета. Ну, в средствах массовой информации и на публичных выступлениях часто можно услышать жалобы граждан о том, что несмотря на то, что вроде как приборы учета есть, оплата за коммунальные ресурсы не снижается. Более того, иногда она даже увеличивается. Какие причины в таком случае имеют место, когда действительно вовсе это не способствует энергосбережению? Здесь существует целый ряд факторов. Как я уже сказал, энергосбережение – это целый комплекс мероприятий. То есть, выполняться они должны в совокупности. Выполнение какого-то одного мероприятия, такого как установка прибора учета, не всегда будет способствовать уменьшению расходов электроэнергии или иных коммунальных ресурсов. Здесь нами в практике встречаются такие ситуации, когда, допустим, на квартирном томе отсутствует изоляция теплопроводов. О чем это говорит? О том, что все тепло, которое проходит по этим теплопроводам, коммуникациям, оно фактически расходуется на обогрев подвалов, обогрев улиц и не способствует обеспечению энергосбережения. То есть, управляющие компании должны принимать меры по обеспечению надлежащего состояния инженерных коммуникаций. Еще одним фактором, влияющим на недостижение задач и энергосбережения, являются перетопы, так называемые перетопы. То есть, коммунальные технологии, либо иные управляющие ресурсо-набжающие организации, которые поставляют тепло, делают это с завышением температуры. То есть, следствием чего является увеличение температуры воздуха в квартире. Из-за этого мы вынуждены открывать окна в квартирах и фактически топить улицу. Эти факты нужно пресекать, нужно своевременно писать обращение как в ГЖИ, так и в органы прокуратуры, в арендиспетчерскую службу, несомненно, в управляющие компании, о том, чтобы был зафиксирован факт представления коммунальных служб независимых качеств, то есть выше установленных нормативов. И по этим фактам уже будет проводиться проверка, соответственно, будут приниматься меры по снижению температуры теплоносителя. И, соответственно, температура воздуха в квартире будет уменьшаться, не будет необходимости открывать окна, и, соответственно, общий объем коммунальных ресурсов тепловой энергии тоже будет уменьшен. То есть будет способствовать снижению используемых энергетических ресурсов. Какие еще факторы влияют на рост платежей граждан за тепловую энергию, допустим, ту же тепловую энергию? К ним относятся, в частности, такие ухищрения управляющих компаний, когда они избирательно подходят к проведению корректировок платы за отопление. То есть, допустим, за последний год у нас был по дому какому-то квартирному перетоп. Соответственно, платежи граждан по нормативам или по среднемесячному потреблению были значительно меньше того, что фактически выставлено ресурсно-обжачьей организации. Полученная разница распределяется на жильцов. Но управляющая компания зачастую не учитывает тот факт, что за предыдущие годы жильцы переплатили за поставленный тепловой ресурс. Однако корректировка платы, соответственно, не производилась. С нами неоднократно выявлялись такие факты, когда фактически в предыдущий период корректировки не проводилось. В этот они решили провести, потому что жильцам надо доначислить. И, соответственно, полученная разница может приводить к тому, что жильцам, наоборот, должны вернуть деньги, а не доплатить. Они, жильцы, должны доплачивать дополнительно за поставленные ресурсы. Какие еще имеют место случаи? Вообще, невыполнение мероприятий по энергосбережению, оно ведет к тому, что расходы растут управляющих компанией и, соответственно, граждан. Но законодатель в прошлом году, в середине прошлого года, предусмотрел, что жильцы не должны на общедомовые нужды, не должны платить больше нормативов на общедомовые нужды. Соответственно, платежи граждан существенно уменьшились. Однако не все управляющие компании на территории республики адекватно восприняли эту норму. Так, в городе АлатРа нами выявлен факт, когда управляющая компания все расходы, которые были у них по коллективным приборам учета, по электрической энергии, распределяла в полном объеме на жильцов, не учитывая вот эти нормативы. В результате чего за период 7 месяцев, за 7 месяцев с момента действия данной нормы до момента проведения проверки прокуратуры межрайонной, жильцам дома, 124-х квартирных домов управляющих компаний начислено на 900 тысяч больше того размера коммунальной услуги электрической энергии, которая должна была быть ими оплачена. Соответственно, 900 тысяч разницы – это существенная разница, и это именно следствие бездействия управляющей компании по обеспечению надлежащей энергоэффективности и энергосбережения. То есть для того, чтобы сэкономить на коммунальных ресурсах, необходимо не только устанавливать приборы учета, но еще и контролировать деятельность управляющих организаций. Я правильно понимаю? Само собой. Нужно контролировать деятельность как предусмотренную федеральным законом энергосбережения, так и деятельность, которая непосредственно связана с использованием показаний приборов учета. То есть нужно непосредственно принимать участие в снятии этих показаний непосредственно с управляющими компаниями. Анализ жалоб, который был нами проведен, показал, что, как правило, управляющие компании неохотно идут на то, чтобы предоставить жильцам возможность ознакомиться с этими показаниями на месте. Они предоставляют журнал учета, как это должно быть по законодательству. Но журнал, в него можно нанести изменения, в него можно написать какие угодно данные, и за это ответственности, по сути, нет. Поэтому вопрос участия в снятии показаний является актуальным. В действительном жилищном законодательстве не предусмотрены конкретизированные нормы, которые бы устанавливали обязанность правящей компании обеспечить доступ. Но у нас есть положение статьи 44 Жилищного кодекса о общем собрании собственников, которое наделено полномочиями по определению возможности пользования общим имуществом. Соответственно, необходимо провести соответствующее собрание, на котором установить вопрос, конкретизировать каждый момент снятия показаний приборов учета. То есть периоды снятия, время снятия, с чьим участием это осуществляется, для того, чтобы осуществлять надлежащий контроль за соответствующими показаниями. То есть, соответственно, если будет такое решение общего собрания, правящая компания обязана его исполнить? Ну, конечно. И его неисполнение будет являться основанием для принятия мер, в том числе прокурорского реагирования. Хорошо. Если с общедомовым прибором учета более-менее все понятно, то возникает вопрос, все ли помещения, в том числе жилые помещения, нежилые помещения, многоквартирных жилых домах оснащены индивидуальными приборами учета? Как Вы уже сказали, что это должно было быть сделано собственниками до 1 июля еще 2012 года. Вот на сегодняшний день какая ситуация в республике? Действительно, все ли выполнили требования закона? На сегодня, к сожалению, далеко не все исполняют эти требования, что зачастую связано с необходимостью внесения дополнительных платежей, либо таким фактором, как то, что показания приборов учета жильцы будут больше платить, чем по нормативу. Жильцы этого не хотят, и поэтому предпочитают эту разницу накладывать на жильцов других помещений в своем доме в составе плат на общедомовые нужды. Этого быть не должно, поэтому законодатель предусмотрел такую возможность, как обязательно установка дизайн приборов учета до 1 июля 2013 года в таких помещениях со стороны ресурсо-набжающих организаций. То есть, подождите, если собственник не установил до 1 июля 2012 года, то должна за него это сделать ресурсо-набжающая организация уже до 1 июля 2013 года. Я правильно понимаю? Все правильно, и должна это сделать в обязательном порядке. Но законодателям предусмотрена такая интересная норма, что вроде как и до 1 июля в обязательном порядке, однако в течение двух месяцев после 1 июля, когда они узнали, то есть, нам должно быть известно, чтобы принимать меры к ресурсо-набжающим организациям за неисполнение этих требований, нам должно быть достоверно известно, что ресурсо-набжающая организация знала о том, что в помещении, в помещении, конкретном помещении, отсутствовал прибор учета. А с учетом того, что ресурсо-набжающие организации представляют коммунальные услуги через управляющие компании, установить факт того, что они знали про это, достаточно сложно. Поэтому здесь сложность в применении мер административного воздействия, которые являются существенным фактором для активизации этой работы по оснащению приборами учета. В этой связи мы сделали что? Мы поручили всем горы и прокурорам сформировать перечень помещений, в которых отсутствует прибор учета. И эти перечень помещений весь передать соответствующим ресурсо-набжающим организациям. Соответственно, у них есть два месяца, когда они обязаны проводить эти мероприятия. В случае не исполняющих требований будет решено вопросом диссеративной ответственности. Штраф здесь не маленький, а 20-30 тысяч на должностных лиц, что является достаточно существенным, мне кажется. Но, несмотря на сложности, нами все-таки были определенные меры приняты. Так у нас было обращение зарегистрировано одного из жильцов дома номер 6-1 по улице Ивана Франко. Заявитель обращал внимание на то, что некоторые собственники помещений приборами учета не установили. И, соответственно, эти обращения направлялись как в коммунальные технологии, так и в водоканал ресурсо-набжающие организации. Несмотря на это, ресурсо-набжающие организации отказывались устанавливать соответствующие приборы учета, мотивируя тем, что это не их полномочия. В этой связи заявительница обратилась к нам, мы провели проверку и действительно установили, что им было известно о том, что прибор учета не установлен, но меры они не принимали. Соответственно, было возбуждено административное дело и, соответственно, материал направленный, постановление направлено в УФАС. Очень часто приходится слышать жалобы граждан, проживающих в неприватизированных квартирах, то есть в муниципальных квартирах, в государственных квартирах, о том, что собственники этих квартир не устанавливают индивидуальные приборы учета, что, в принципе, как бы сказывается на экономии платы за коммунальные ресурсы, да, то есть от этого теряют, прежде всего, сами же жильцы этих квартир. Вот в этой ситуации хотелось бы уточнить, все-таки органы прокуратуры проводились проверки, выявлялись такие факты, принимались ли какие-то меры прокурорского реагирования? Соответствующие обязанности должны были быть исполнены 1 июля 2012 года. То есть прошло уже почти 2 года, большинством муниципалитетов не принято действенных мер по исправлению ситуации. В Чебоксарах такие факты выявлялись? Да, в Чебоксарах такие факты также выявлялись, и в частности прокуратуре Ленинского района, город Чебоксар, в адрес администрации города было внесено представление по этому факту. Спасибо, давайте покажем сюжет об этом. В прокуратуре Ленинского района, города Чебоксар, проведена проверка соблюдения на поднадзорной территории законодательства об энергосбережении. По результатам проверки было установлено, что не все жилые помещения, расположенные в домах, оснащены индивидуальными приборами учета. Так, к примеру, 1336 помещений, которые находятся в муниципальной собственности, не были оснащены индивидуальными приборами учета холодной воды, и 354 помещения не были оснащены приборами учета горячей воды. В соответствии с требованиями законодательства, обязанность по оснащению помещений индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов была возложена на собственников до 1 июля 2012 года. Поскольку этого сделано не было, прокуратуре Ленинского района был подготовлен проект представления, который был направлен для согласования в прокуратуру Чувашской республики, а в последующем в администрацию города Чебоксары. В настоящее время данное представление находится на рассмотрении. Поскольку нами внесено представление, последствиями этой меры прокурорского реагирования может быть устранение допущенных нарушений, то есть оснащение принадлежащих городу Чебоксары помещений индивидуальными приборами учета за счет средств бюджета города, но не за счет проживающих в них граждан. В текущем году выделены специально на это денежные средства на 2014 год, поэтому ожидается, что в текущем году все эти помещения должны быть оснащены приборами учета. А какие еще нарушения законодательства об энергосбережении выявлялись органам прокуратуры в ходе проводимых проверок? Вообще массовый характер имеют такие нарушения, как уклонение обслуживающих организаций от реализации предусмотренных постановлений к обмина обязательных требований по энергосбережению. Как я уже говорил, по установке датчиков света, к примеру, устройств автоматического запирания дверей. А чем предусмотрена обязанность управляющих компаний устанавливать датчики света, допустим, на те же самые, как вы сказали, запирающих устройств для дверей? Есть какой-то нормативный правоакт? Федеральный закон об энергосбережении отсылает нас к тому, что должен быть регламентирован этот вопрос региональными властями. Региональными властями соответствующие полномочия, обязательства, точнее, управочих организаций и ресурсно-набжающих организаций в этой сфере, установлены постановления Кабинета министров Чувашской республики от 14 сентября 2011 года, номер 377, в котором как раз эти требования установлены, какие должны исполняться. И они являются обязательным для управляющих организаций? Несомненно, все они должны быть исполнены. Поэтому с этим связано то, что у нас во многих подъездах, на квартирных домах все чаще и чаще устанавливаются вот эти датчики света, автоматические запирающие устройства. Это видно, это как бы могут на своем примере увидеть большинство телезрителей, большинство вообще жильцов на квартирных домах. Но неисполнение этих требований также влечет, соответственно, ответственность. Прокурорам Батаревского района при проверке деятельности управочих организаций ООО «Чистое село» ООО «Управдом» были выбрены такие факты уклонения. Соответственно, в суд им направлено исковое заявление об обязании соответствующих организаций провести предусмотренные региональным вот этим законодательством мероприятия. Эти факты далеко не единичны и принимаются, выявляются также практически всеми горы и прокурорами территории республики. Какие еще нарушения у нас выявляются? Распространенный характер имеют нарушения, связанные с бездействием обслужащих организаций по доведению до собственников помещений о мероприятиях по энергосбережению, которые можно проводить в их доме, об их расходах на их проведение, об ожидаемом снижении затрат, снижении используемых в коммунальных ресурсах. То есть, это всего далеко не всегда проводится, и неисполнение этих требований влечет в нейтративную ответственность, предусмотренную частью 5 статью 19.6. Здесь штраф от 5 до 10 тысяч. То есть, тоже существенные штрафы, поэтому являются действенные превентивные меры, направленные на обеспечение выполнения вот этих мероприятий. И нами в ходе проверки в этом году также выявлялись такие факты. В частности, прокурорам Красночитайского района в деятельности ООО «Жилсервис» были выявлены данные нарушения, которые обслуживают 34 квартирных дома, и в отношении ни в одного из них соответствующие мероприятия проведены не были. Поэтому в отношении директора было возбуждено административное дело, внесено представление об устранении нарушений закона. Вы что-то говорили по поводу энергетического обследования, так называемого энергоаудита. Вот в этой части выявлялись нарушения? Всеми ли организациями, которые обязаны провести действительно, и учреждениями, в которых должно быть проведено энергетическое обследование, действительно оно проведено? Энергетическое обследование также у нас выявляется, проводится далеко не всегда. На территории этой республики в настоящее время зарегистрировано 174 организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности. При этом не провели обследование и не заключили договора на их проведение 47 организаций. То есть существенная их часть, по каждой из этих организаций нами в ходе проверки были приняты меры реагирования. Соответственно, мы ожидаем устранения этих нарушений в течение месячного срока. Организация, осуществляющая регулируемые виды деятельности. Что это за организация? Это ресурсонабжающая организация. То есть у них должно быть проведено энергетическое обследование, энергоаудит. Да, это проводится у них в обязательном порядке. Общее количество нарушений выявленных органов прокуратуры республики, например, в этом году, в сфере соблюдения законодательства об энергосбережении? Всего в этом году, наверное, было выявлено свыше 300 нарушений закона. Было внесено 153 представления, возбуждено 40 административных дел, объявлено предостережение, направлено в суд 13 исковых заявлений. То есть нарушений очень много. О чем это говорит? О том, что органы контроля в этой части не дорабатывают. Чем это вызвано? В ходе проверки нам установлено, что в федеральном законе об энергосбережении предусмотрено, что полномочия должны быть регламентированы региональным актом, полномочия в сфере контроля, регионального контроля. Однако на территории республики, несмотря на закрепление соответствующих требований на федеральном уровне, нормативный акт не принят. В этой связи нами внесено представление в адрес председателя кабинета министров Чувашской республики. И по итогам рассмотрения этого представления, я думаю, тоже будет принят соответствующий акт. И полномочия органа контроля не будут ограничиться только прокуратурой. Соответственно, и государственная жилищная инспекция, и Минстрой Чуваши будут наделяться соответствующими полномочиями и будут проводить также мероприятия по контролю в этой сфере. Спасибо, Дмитрий Владимирович, за обсуждение столь важной и интересной, я думаю, для многих граждан темы. А я еще раз напоминаю, что с нами был прокурор отдела по надзору за соблюдением законодательства в сфере экономики прокуратуры Чувашской республики Дмитрий Владимирович Леонтьев. Как видим, несмотря на законодательные нормы, в обществе еще не сложилась массовая бытовая культура энергосбережения. А ведь о многих свободных странах уже давно привыкли к разумному экономному потреблению энергетических ресурсов. Необходимо помнить, что каждая пролитая в пустую каплю воды, излишне сгоревшая киловатт электрической энергии или потребленной гигакалорией тепла, особенно если это происходит безучетно, отражается на наших же кошельках. Да и природные возможности не безграничны. С другой стороны, мы должны заставить экономить не только себя, но и организации, которые дают нам эти коммунальные ресурсы. И реальные возможности для этого есть. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова